Первый раз Михаил сдал кровь 9 лет назад. С тех пор на его счету 80 донаций. Почетный донор планирует и дальше это делать по простой причине. Это может спасти чью-то жизнь. А от него требуется только прийти на час в центр крови. Я спасал жизнь одному мальчику, у которого очень необходима была кровь. И после этого, вы знаете, как-то так получилось, что я постоянно начал сдавать кровь, потому что это необходимо для человека. Национальный день донора крови отметили в России. Его цель – напомнить гражданам, что в этом деле важен каждый. Потребность в компонентах крови не уменьшается никогда, так и количество тяжелых больных, которые нуждаются в переливании. Кровь я сдаю уже не первый раз. Я даже не скажу, сколько точно. Первый раз сегодня пришла на сдачу тромбоцитов. У меня кровь редкая, поэтому я надеюсь, что она кому-то спасет жизнь. Ежегодно в Алтайский краевой центр крови приходит около 30 тысяч желающих стать донорами. В день организацию посещают от 200 до 250 человек. Благодаря этому центру удалось заготовить 32 тысячи литров крови для медучреждений края в прошлом году. Кровь сдавать безопасно совершенно, как физически для самого человека, то есть если он соблюдает все требования по подготовке к сдаче крови. Точно так же в инфекционном плане сдавать кровь безопасно, потому что мы пользуемся только разовыми расходными материалами. Узнать, в каких группах крови и с каким резусом есть потребность на сегодняшний день, можно на сайте краевого центра крови. Специалисты регулярно обновляют донорский светофор. Дарья Эндерс, Анастасия Меншакова, Денис Кузьменко. Новости. Новости.